Друзья, ассаламу алейкум Я хочу вам рассказать такую очень интересную историю Которую я очень давно слышал От покойного Мунау Чура Махмуда Абдухаликова Народного артиста РСФСР В общем, в Аду стояли три больших-больших, короче, кастрюли И в каждой из кастрюлей были люди Варились, скажем так, люди У первой кастрюли стояла охрана У второй кастрюли стояла бутылка водки А у третьей кастрюли никого не было Спрашивают у этой охраны Подойдя к первой кастрюле Спрашивают у этой охраны Кого, говорит, вы здесь, говорит, охраняете, говорит Ну, мы, говорит, охраняем тех людей, говорит, сплетников Плохих людей, убийц Тех людей, которые разносили и разводили фитну Когда, говорит, они, говорит, будут пытаться выходить То мы, говорит, их будем глушить, короче И они, говорит, дальше упадут Подходят ко второй кастрюле А здесь, говорит, почему, говорит, просто бутылка, говорит, стоит А что, говорит, охрана, говорит, здесь не нужна Здесь, говорит, пьяницы Здесь, говорит, люди, которые занимались развратом Они, говорит, будут пытаться выходить А возьмут, говорит, водку увидят, выпьют И опять, говорит, вниз А в третьей, говорит, бутылке, говорит, кто? В третьей, говорит, кастрюле, говорит, кто варится А в третьей, говорит, кастрюле Ну, когда Махмуд Абдухали рассказывал Он говорил про аварскую национальность Эта история такая, потому что было время, когда Очень много аварцев шло во власть И не давали друг другу проходить А я скажу сейчас Не аварцы, а скажу дагестанцы А в третьей кастрюле На сегодняшний день варятся дагестанцы И там нету охраны А почему там нету охраны? Потому что Каждый дагестанец Который Пытается пойти вперед Подняться наверх У него этого не получается Потому что другой дагестанец Его начинает тянуть вниз И говорит, я должен быть впереди тебя Я должен быть Я должен идти вперед И из-за этого там и охрана не нужна Никто там не нужен Потому что мы Дагестанцы Наоборот Тянем друг друга вниз И не даем двигаться вперед Когда Наоборот Мы должны делать лесенку И соответственно Помогая друг другу Двигаться вперед Но на сегодняшний день Все так Как мы видим Мы видим Очень много отрицательного Мы видим То, что Люди Где должны сплотиться Они наоборот Начинают С друг с другом Ругаться Сплетничать Ну не знаю Дорогие друзья Мне кажется Мне кажется На сегодняшний день У нас есть такая возможность Сплотиться в одно Единое целое И сделать Дагестан Лучше Красивее А не так Каждый Тянуть Одеяло на себя Уже это Одеяло Пора нам На весь наш Народ Растелить И сделать так Чтобы народу Не было ни холодно Ни голодно Иншалла На сегодняшний день Есть глава Республики С приходом Который Как-то что-то Начинает делать Общается с народом Ведет Ведет Какую-то Работу Видно Болеет Я считаю Что Мы должны Сплотиться Вокруг Одного Человека Не так Клановость Какая-то А вокруг Одного Человека Сплотиться И делать Все возможное Что было В республике Хорошо И конечно же Если мы Сплотимся Вокруг Нашего Главы Соответственно Глава Тоже должен быть Тем человеком Который должен работать Только Во благо Своего народа Не зря Он отмечал И есть Видеоролики Где он говорит Что Не чиновники Точнее Не народ Должен работать На чиновников А чиновники Должны Работать На народ Я Ему тоже При встрече Говорил Что Надеюсь Что Этих слов Он и дальше Будет придерживаться И будет Работать В этом направлении Очень хочется Чтобы наши Чиновники Работали В этом направлении Если работа Будет вестись В этом направлении То Со стороны Общества Со стороны Народа Тоже будет Помощь Мы будем Некими Помощниками Для вас всех А сегодня Что мы видим Сегодня Что мы видим Каждый человек Пытается Своего человека Во власть Толкнуть И исходя из этого Какие-то там Свои недоразумения Бывает Бывает Кто-то Кого-то Сливает Кто-то За кого-то Пишет Говорит Я считаю Что эти моменты Уже пора Оставлять Давайте Как и раньше Было Как у наших Предков Раньше Было Будем двигаться Оставим Вот эти Сплетни Оставим Эти разговоры Если чего-то Есть сказать То Говорить В лицо Говорить В лицо Вы представьте Мы Та республика Та республика С которой брали Пример Которые Всегда Показывали Себя С духовно-равственного Воспитания С чистоты А на сегодняшний день Наша республика И наш город Самым грязным Городом Считается Мусорный коллапс И так далее Ну на что это Похоже Это же не наше А не наше Мы должны убирать Так давайте же Вместе Это все делать Я желаю Дагестанскому народу Мира Добра Процветания И всего Самого лучшего Всегда говорил И буду говорить Что Вместе Мы сила Самое главное Чтобы мы Осознавали Эти слова Пусть Всевышний Вас всех Оберегает И давайте Пожалуйста Уже работать Уже делать Мира Добра И благополучия Ассаланалай Спасибо за субтитры